О, ну да, это я. Как я докатился до жизни такой. Что ж... Ну, как вам начало? Круто, да? А я только осваиваю монтаж. Представьте, какие шедевры у меня будут через год. Боже, какая я великолепная. Всем привет, минутка самолюбования закончилась, поэтому к делу. Знакомьтесь, это Вася. Вася кулинары любит вкусно покушать. И всем и немного Вася получается, ну я так точно. Вася протестировал абсолютно новый мод на реалистичную кулинарию, который, к слову, недавно вышел в открытый доступ. Спасибо креаторам за предоставленный доступ. Всегда мечтал это сказать, извините. И все ссылки, естественно, будут в описании. Сразу хочу обозначить, что это не реклама. Мое мнение, мне позволено говорить все, что я думаю. И нам с Васькой есть, что вам рассказать, дорогие мои. Усаживайте свои попки поудобнее, и мы начинаем. А начинается вся эта история с заказа доставки продуктов на дом. Открываем меню доставки и не верим своим глазам. Что тут такое разнообразие продуктов? Мод содержит более 70 функциональных продуктов с разным качеством и сроками хранения. Цены на продукты от Я тоже изменены. Но листать список не так интересно, поэтому я делаю заказ, и сейчас рассмотрим все поближе. Первое, что хочется отметить, так это то, что помимо того, что мы платим за продукты, доставка этих продуктов оплачивается отдельно. Что добавляет нотку реализма в игру. А еще все продукты вам доставляют в брендированном крафтовом пакете. Выглядит довольно симпатично. Я не буду останавливаться подробно на каждом продукте, для этого нужно трехчасовой стрим запускать, ибо сделано все максимально детально. Есть разные виды сыров, хлеба, молоко, обычное растительное, колбаса, сливочное масло, пачка креветок и нори. Разные сладости на перекус, йогурт, крекеры, чипсы, разные крупы, масла, консервы, мука, сахар. Особенно порадовало кофе и чай разных видов. Я думаю, что с этим модом интереснее станут завтраки, посиделки за кружкой чая или вечеринки. Особенно вечеринки. С этим модом стало возможным устроить крутой девичник или просто ночевку с музыкой, просмотром фильмов и вкусняшками. Практически все из этих продуктов можно открыть. В таком случае ингредиенты отправляются в холодильник, а не в багаж персонажа. А еще я смотрю на эту полку и понимаю, что мне безумно нравится, как это выглядит. На кухне в Sims как будто бы всегда не хватало масла, пачек с крупами, банок с консервами и всего прочего. На мой взгляд, кухня как будто бы стала живее, что ли, согласитесь? А, блин, вы же в записи смотрите, ладно, забейте. Итак, ребята, это микроволновка. Микроволновка это ребята. Нажимаем и обнаруживаем, что мы можем готовить те блюда, на которые у нас имеются ингредиенты. Предлагаю посмотреть на то, как Вася греет себе наггетсы. А пока Вася ест это чудо кулинарии, я призываю вас переходить в мою телегу и группу ВК. Там мы с вами чаще общаемся, узнаем друг друга. Вы принимаете участие в жизни канала и я немного делюсь с вами личным, но совсем минимально. Поехали дальше. К слову, все кухонные приборы имеют новые или переработанные рецепты, включая чайную систему, кофеварку и даже попкорницу. С готовкой на плите такая же история. Те блюда, на готовку которых у вас есть ингредиенты, не будут вам ничего стоить. Можно, конечно, приготовить блюда, на готовку которых нет ингредиентов за денежки, но, согласитесь, так неинтересно. А самым лучшим решением из всех будет поставить свойство участка простая жизнь, тогда игра будет требовать ингредиенты и вам не останется ничего, кроме как приобрести продукты. Рецепты от Я были изменены, чтобы требовать новые ингредиенты, а также добавлены там, где их не было. Также креаторы добавили много разных рецептов, которые открываются по мере прокачки навыка. И рецепты там самых разных национальностей. Честно сказать, большинство из них я тупо не знаю. Еще хочу отметить, что меню Тоддлера тоже изменено, но это вам предстоит узнать самостоятельно, не буду же я вам вся карта раскрывать, верно? Некоторые блюда можно найти в палатках в Сан-Мишуна и Гранит Фолл, что очень и очень приятно. Всем из вас, кто решит поставить этот мод себе, я предлагаю два раза в неделю заказывать большую доставку продуктов и готовить только те блюда, на готовку которых у вас есть ингредиенты. Тем самым вы добавите в игру максимальный реализм, вам придется рассчитывать деньги с бюджета на большую закупку продуктов и тратить время на распаковку и обдумывание меню. Следить, чтобы не кончился чай или кофе, закупать шоколадки, йогурт, маршмеллоу на перекус и следить, чтобы продукты не испортились. Особенно круто, если вы играете за троих и более персонажей. А еще с этим модом вы можете построить свой маленький семейный продуктовый магазин или большой супермаркет. В целом обыграть можно по-всякому, у кого на что фантазии хватит, так сказать. А круче всего будет скачать или построить магазин, добавить туда все имеющиеся продукты, чтобы ваши персы не заказ продуктов делали, а ездили в магазин самостоятельно и закупались всем необходимым. Еще мне кажется, что с таким модом будет в разы интереснее проходить челлендж моя пекарня. Если вы захотите таки открыть свой магазин, то все предметы, предназначенные для продажи, можно найти на торговом лоте. Если у вас много кастомных объектов, вам поможет скрытый тег для поиска. Достаточно начать вводить в поиск первые буквы, чтобы всплыл список объектов. Все объекты, не предназначенные для продажи, находятся в отладке, их можно открыть в видеокод. На них также есть скрытый тег для быстрого поиска. Такой небольшой обзор получился сегодня. Мне, как человеку, которому не хватает порой реализма в игре и которому часто надоедает игра, и мне приходится выдумывать разные штуки, чтобы развлечь себя, этот мод очень даже понравился. Особенно понравилась детальная проработка продуктов. Советую ли я его поставить? Однозначно, да, лишним он точно не будет. Дам единственный совет, внимательно прочесть инструкцию по установке и изучить момент конфликтов с другими модами. В комментах можете поделиться впечатлениями, в описании вы найдете все ссылки. Не забудьте подписаться на группу креаторов, они разрабатывают интересные моды и также им всегда можно задать интересующие вас вопросы. Хорошего вам настроения, я пойду что-нибудь пожую, уж очень мне захотелось крекеров с сыром. Черт, так и знала, что этим все закончится. Продолжение следует...